В этой войне только по официальным данным погибли 358 маленьких украинцев. Больше 700 пострадали. А еще десяткам тысяч детей пришлось пережить голод и страх из-за постоянных обстрелов. Наша следующая история у пятилетней Ангелине. Сама девочка вместе с семьей живет недалеко от Черновцов. Но каждый год по несколько месяцев проводит с бабушкой в городе у моря, в Мариуполе. Там ребенка и застала война. Почти три месяца темноты, голода и страха пережила пятилетняя Ангелина. Семья девочки живет недалеко от Черновцов со старшим братом и сестрой. Каждый год все вместе ездили к бабушке в Мариуполь. Ехали отдыхать на море к маме на 3-4 месяца. И в этот раз мама приехала и их взяла к себе. Я приехала их в октябре забирать. Мама говорит, оставляй еще Ангелину. Я на тот момент работала. График был очень плотный. Ангелина с бабушкой жили в многоэтажке на левом берегу Мариуполя. Недалеко от Азовстали. Район часто обстреливали. После попадания снаряда дом сгорел. Перебрались в подвал. Они позвонили и сказали, нас сильно бомбят. Мы спускаемся в подвал. Ангелина очень плакала. У них не было возможности выйти во двор, кушать, сварить. Их обстреливали постоянно. Их круглосуточно бомбили. Уже и не доедали они. Они в основном детям держали еду, чтобы у них было что кушать. Мама засушила целый пакет большой сухарей. И это вместо хлеба. Все это время Виолетта не находила себе места. Круглосуточно в разных источниках, на телеграм-каналах. Искали информацию о родных. В каждой фотографии выискивала знакомые лица. Даже больно вспоминать, как это все было. Начала искать через волонтеров разные горячие линии. Один ребенок был очень похож на мою Ангелинку. Она была перевернута, когда смотрела видео. Думала, сердце выскочит. И еще так совпало, что сказали, что бабушка погибла. И внучка в таком возрасте, как моя Ангелина. Когда перевернули ту девочку, я увидела, что это не моя Ангелина. Я понимала, что это чей-то ребенок. Так жалко этих детей. В скорости родные Виолетты вышли на связь. Выяснилось, волонтеры помогли им выехать из-под обстрелов. Но в Россию. Там бабушку с ребенком ждал фильтрационный лагерь. Проверки. В конце концов, позволили позвонить. Но только абоненту с Российской Федерации. Хорошо, что нашлись родственники, которые забрали бабушку с внучкой и помогли им выехать в Польшу. Очень страшно, как они выезжали под пулями, под теми обстрелами. Они с маленькими детками бежали машинами. Было очень много расстрелянных семей. Вот когда они прошли фильтрацию, мы договорились, в какой день мама оттуда выехала. Я отсюда выехала в Варшаву. В Варшаве мама наконец-то смогла обнять дочь и устроить праздник. Это мы сделали ей здесь день рождения. Говорит, у меня будет тортик? Я говорю, будет. Мама сделает все, чтобы у тебя был лучший день рождения. В начале она и кидалась, и плакала. Сейчас девочка не выпускает из рук домашних любимцев и не отходит от мамы. Кто мне скоррел? А тебе страшно было в пидване? Да. Мне сказали, не бойтесь. Они тикток под видом стреляют. Тиктоки снимают? А кто снимал тиктоки? От сестры не отходит и старший брат Артем. Говорит, все свои сбережения тратит на желания сестры. Сейчас главное, что она в безопасности. Когда бывают деньги, то да. Стараюсь что-то такое взять, чтобы и себе хватило. Маме иногда что-то беру. Вот Ангелине воды купил. Ангелина же учится снова быть ребенком. Ведь за несколько месяцев девочка повзрослела на несколько лет.